здравствуйте рады снова вас видеть прошлый раз в контексте обсуждения платы за магию вы вспомнили историю двух подружек очень хотелось бы узнать продолжение этой истории если конечно вы готовы продолжить эту тему да я вам уже говорил что к историям людей я питаю особое чувство это назидание для тех кто способен внимательно слушать и замечать детали а для меня это особенное удовольствие каждый раз в этих событиях наблюдать как реализуется то чего человек тайно желал на самом деле как запускается и приводится в действие этот великолепный механизм тонких невидимых взаимосвязей но вполне реальных и ощутимых последствий и как это неминуемо приводит к расплате это как преступление и наказание на самом деле в этих всех историях людей финал предсказуем самого начала как только в голове у человека формируется желание запрос с которым он идет к магу в этой картинке в этих мыслях заложено все весь пакет событий который раскроется если человек сделает выбор реализовать этот сценарий люди просто не видят причинно-следственных связей они не замечают последствий своих мыслей своих слов и действий вы не знаете что творят ваши желания на невидимом уровне вы не знаете какие процессы запускаете а потом еще и удивляетесь за что вам прилетает по голове некоторые сейчас думают что с моей стороны некорректно озвучивать истории клиентов это же их личное дело но я же не врач я не тем занимаюсь чтобы благородно хранить врачебную тайну и уж чем более я не священник чтобы хранить тайну исповеди ведь и ко мне приходят в большей мере не с благим умыслом а с конкретными корыстными а зачастую подлыми мотивами и я никогда ничего не делаю просто так я вижу последствия каждого моего слова поэтому эти истории и рассказываю не случайно я знаю что делаю и для чего тем более вы же сами меня спросили так что я продолжил свой рассказ напомню что я начал с того что в ваших проблемах может быть виноват кто-то из ваших кровных родственников причем как живых так и мертвых и вы своей жизнью будете оплачивать чью-то сделку а иногда вы можете расплачиваться за чей-то 7 минутный порыв эмоций как раз история которую я расскажу будет о втором варианте ситуация на самом деле довольно стандартно жили две подружки дружили практически с самого детства назовем их условно света и марина со временем девушки повыходили замуж и продолжали дружить уже семьями какой-то момент они поссорились по абсолютно банальной бытовой причине суть конфликта здесь не играет роли важно то что произошло дальше одна из этих подружек допустим марина стала ходить и рассказывать знакомым и соседям по поселку какая это подружка светка сварливая особа в общем как обычно тебя на в этой ситуации выгораживала и все вылила на подругу мол это она психованная нервная и не равновешенная даже поговорить нормально не может вот сама марина воплощение спокойствия и понимания и она могла бы легко пойти извиниться перед подругой но снисходительно дает ей шанс осознать свои изъяны очень быстро до света дошли слухи что подруга обсуждает ее за спиной и откровенно наговаривает на нее конечно она мягко говоря удивилась с этих историй психанула и решила отомстить будучи достаточно зажиточной женщины имея возможности заплатить она через своих знакомых обратилась ко мне и попросила светка для своей дорогой подруги с которой они были неразлучны с детства сделать так чтобы у маринки возникла масса проблем чтобы у нее всю жизнь было столько болячек которые она бы никогда не смогла вылечить чтобы она жила долго но чтобы мучилась всю жизнь и вот теперь у дочери этой самой светки болезней ровно столько сколько она заказала своей подруге за подобное ты должен платить подобным в данной ситуации расплата за заказ легла на ее дочь и чтобы она не делала сколько бы не лечилась у нее появляется все новые и новые болезни одну вылечила на ее место три новых пришло уже много лет прошло с тех пор сама заказчица уже давно умерла а ее дочь по сей день из больниц не вылезает правда был момент спустя год когда подруга начала болеть и света увидела ее мучение мне проснулась совесть и она пришла ко мне просить вернуть все обратно но это сделка с дьяволом сделку с дьяволом не отменяют я ведь спрашивал я всегда спрашиваю ты точно этого хочешь она сказала да так какие могут быть отмены раньше надо было думать поэтому и по сей день последствия разгребать ее дочь разумеется бесконечные болезни сильно ударили по эмоциональному состоянию этой девушки она настолько устала что несколько раз даже пыталась совершить суицид но ирония в том что заказ ее матери звучал чтобы она жила долго но мучилась всю жизнь поэтому и ее дочь теперь также ждет очень долгая жизнь но полное страдание она даже покончить с собой нормально не может хотя совершала попытки много раз она уже и вешалась но веревка обрывалась и вены резала но и успевали обнаружить и спасти а последний раз когда и поставили очень серьезный нехороший диагноз у нее случился нервный срыв и она решила броситься под поезд чтобы уже наверняка но и здесь неудача получилось поезд задел ее и каким-то волшебным образом ее отбросила ударом она осталась жива только заработала себе дополнительно перелом тазобедренного сустава теперь она еще и передвигаться не может и чтобы она не делала все только усугубляет ее положение и из этого порочного круга и не выбраться до конца своих долгих мучительных дней которые когда-то пожелала ее мать свои лучшие подруги люди играются с магией и вам все кажется что это шутки вы оправдываете себя что поступаете справедливо наказывая человека за то что он сделал с вами что вы имеете право отомстить как гласит старый недобрый принцип око за око но только вы должны понимать что этот принцип работает и в обратную сторону сторону заказчика вы должны понимать сколько ты пожелал другому ровно столько тебе и вернется конечно бывают вариации не обязательно что с вами случится так как в этой истории где ситуация точь-в-точь повторилась дочерью заказчица но скажем так в общей сумме вы получите то что и запустили в мир источником чего вы стали и это касается не только ситуации с заказами у магов а и обычной вашей повседневной жизни сколько раз в день вы занимаетесь бытовой магией скорее всего многие сейчас даже не поймут о чем я давайте объясню вам популярно на конкретном примере я уже много говорил о мыслях что это далеко не пустота и они не проходят бесследно когда вы думаете о ком-то с эмоцией покинайте кого-то вы направляете в этого человека негативную энергию конечно это скажется и на вас и как вы думаете если вы излучаете негатив что к вам вернется поэтому не удивляйтесь почему с вами происходят плохие вещи вот например еще один случай из жизни это уже не из моей практики но из того что я наблюдал работал себе мужик на своем участке орудовал лопатой увидел его сосед подошел зацепились языками и как это обычно бывает стал этот сосед давать ценные указания как правильно вести свое хозяйство тот мужик разумеется тоже умный в ответ начал давать еще ценнее советы в итоге сосед психанул и обматерил с ног до головы мужика за неблагодарность тот в моменте обиду проглотил сдержал свой гнев и ничего вслух не сказал но у себя в голове представил как забивает этого соседа своей лопатой до смерти всего лишь мысль человек подумал и забыл об этом спустя какое-то время этот мужик садится за руль своего автомобиля чтобы вернуться с загородного участка домой в город когда он уже прилично отъехал от жилого сектора на трассе он вроде как случайно по невнимательности на большой скорости передним колесом влетает в яму с кем не бывает не заметил вовремя не успел объехать от сильного удара колесо вывернуло и он слетел в кювет вроде все хорошо он особо не пострадал только мелкие ушибы да и машина осталась относительно цела но из-за поврежденного колеса дальше ехать на ней он уже не мог дело было зимой на улице был снег мороз а вокруг только чистое поле и одинокое дерево и пришлось этому мужику идти пешком несколько километров пока его все-таки кто-то не подобрал за время своей прогулки он сильно промерз заболел и слег на пару недель а когда очухался и поехал наконец забирать машину то обнаружил что от нее остался один кузов мародеры успели разобрать все на запчасти и смотрите как получилось вроде не разбился не умер но кучу неприятностей получил а все из-за того что он представил как причиняет вред другому человеку тот сосед который его обматерил выплеснул свои эмоции на месте и забыл уже давным-давно про все и про ситуацию и про мужика а вот этот наш герой вместо того чтобы честно и прямо дать в морду этого умнику затаил себе злость и мечтал как накажет обидчика он запустил это на тонком плане ведь что ты запустил то уже живет и в итоге возвращается к тебе самому вот так человек сам себе создает проблемы а все из-за какого-то пустяка одной мелкой ссоры и одной мысли которую он пустил себе в голову а ведь нет разницы что ты в реальности что-то сделал что ты прокрутил у себя в мыслях ты это сделал это свершившийся факт поэтому так называемый грех начинается не с поступков а с того что ты допустил свою голову многие недооценивают роль мыслей считая что главное это то какие дела ты совершаешь но вы так считаете только из-за того что не замечаете причинно-следственных связей попробуйте понаблюдать за своими мыслями и вы увидите как мысли сегодня формирует вашу реальность завтра в том числе и ваше настроение и ваше состояние вот почему стоит следить за своими мыслями не пускать в голову всякую дрянь и не выпускать потом это в мир все настоящие маги знают об этом мы в отличии от вас знаем законы этого мира если уже идешь в магию то надо знать как она работает если чего-то желаешь то желай правильно и формулируй запросы правильно а что возможно сформулировать запрос правильно и что значит правильно хорошо еще одна история была у меня одна клиентка которая со знанием дела и с полным пониманием последствий подошла к своему заказу как и любая мать она хотела чтобы у ее сына все было хорошо но при этом чтобы ни ему ни кому-то другому из близких не пришлось отвечать за это она понимала что придется платить и готова была сама понести любое наказание но лишь бы у потомков и у ее сына все было хорошо чтобы понимали ситуацию у них перспектив не было никаких они были бедные эта женщина одна воспитывала своего сына чтобы заплатить мне за работу она продала дом который остался ей по наследству это даже домом сложно назвать развалина в пригороде с участком вместо того чтобы деньги от продажи дома вложить куда-то использовать с толком или в конце концов купить квартиру себе и сыну она решила рискнуть всем и последние деньги все что у нее было принесла мне она прекрасно осознавала что чисто физически не сможет обеспечить сына понимала что она никто и ничто но и очень сильно хотелось чтобы ее сына все было хорошо она четко сформулировала свой запрос и сказала что готова принять все последствия на себя она попросила чтобы никто кроме нее не понес наказание я взялся за эту работу но предупредил эту женщину что она будет очень сильно страдать и она согласилась немного времени спустя эта женщина была на работе она убиралась в доме одного зажиточного но не супер богатого человека и так получилось что в это самое время к нему пришел в гости друг в разговоре он упомянул что ищет сейчас себе в помощнике молодого умного расторопного парня и вот эта женщина стала случайным свидетелем разговора она сказала что у нее как раз есть сын молодой хороший надежный мужчина сначала посмеялся но потом решил дать шанс пацану и взял его к себе на работу и сейчас этот парниша миллионер тот его поднял но мама через короткий промежуток времени получила инсульт после которого по сегодняшний день так и не восстановилась она потеряла способность говорить и получила частичный парлечь тела ее здоровье было ценой этой сделки но зато у сына все хорошо как она и заказывала за все надо платить после того что вы сейчас рассказали у наших зрителей наверняка возникнет вопрос возможен ли обратный процесс ну например может ли внук деактивировать сделку своих предков чтобы не платить своей жизни за это можно ли отмолить свой род возможно но вам этот способ не понравится вся эта тема про отмолить свой род связана еще с таким популярным сейчас выражением как карма рода а что такое на самом деле карма рода это когда кто-то продал одно или все поколения кто не слышал про случай когда в одном и том же роду разные поколения сталкиваются с одной и той же проблемой например когда в роду мужики погибают в одном и том же возрасте или наоборот с женщинами случается что-то либо заболевание какое-то передается из поколения в поколение либо совершают суицид одним и тем же способом и так далее здесь вариаций может быть множество но почему так происходит это просто когда-то кто-то пожелал себе чего-то очень значимого и дорогого и получил это вот только за большое и значимое нужно заплатить соответствующую цену это уже будет не одна жизнь и даже не две чтобы понимали можно ли это остановить да конечно можно и я могу это сделать но это тоже будет не бесплатно ну а сам человек может это остановить без помощи мага может но я повторюсь вам это не понравится и вряд ли кто-то прибегнет к такому методу потому что тот кто берет на себя всю ответственность за свой урод он должен стать на сторону Бога на все сто процентов а устоите ли вы когда вокруг столько соблазнов от сатаны или вам проще прийти ко мне и заключить новую сделку возможно вы и правы мне сейчас вспомнился один комментарий после передачи где вы говорили о жизни после смерти и об ответственности за свою жизнь очень много чего интересного можно было подчеркнуть из той беседы но один человек написал все это очень хорошо ну как стать богатым да легко я же только что сказал как это сделать но запомните бесплатного ничего не бывает сколько заплатишь столько и получишь я даже из последнего бомжа могу сделать состоятельного уважаемого человека если он сможет заплатить моему хозяину соответствующую его желанию цену а сатана свое возьмет и даже если ты получишь суду от него то проценты будут очень большие кстати есть масса способов как сделать так чтобы получить все что ты хочешь и в то же время чтобы это не отразилось ни на тебе ни на твоем роде ни проблемами ни здоровьем за это ты стопроцентно попадешь в ад станешь камнем вкладке у портала души но жизнь проживешь весьма достойную ну и заплатить придется уже совсем другую цену при жизни наказание тебя не коснется и дети будут здоровы и богатство сохранится и все будет вы все прекрасно знаете примеры таких семей их успешная роскошная жизнь это всего лишь красивая вывеска которую вы можете наблюдать а вот цена которую они платят мы коснулись темы которая может оказаться слишком полезной для некоторых людей поэтому пока сохраняется равновесие лучше на этом остановиться на сегодня я все сказал на сегодня я все сказал